здравствуйте дорогие наши слушатели и зрители живого радио живого тв в эфире программа театр наизнанку я ее ведущая каэли сегодня у меня в гостях актер театр и кино юрий мазихин здравствуйте юрий вы начинали свою карьеру как музыкант свою творческую деятельность играли на волторнии как вы пришли к актерской профессии к актерской профессии да все очень просто вообще тривиально театральный кружок в школе в среднем я учился там же был ансамбль которым там пел страшная история интересная как я помню ребята были старше меня на год они организовали группу такую а у меня был бубен я учился в 8 классе далекие годы и я говорю мне есть бубен я петь могу они говорят ну давай залетай залетай мы до сих пор дружим это очень интересные люди сегодня выросли в очень таких ну местечковых таких очень серьезных деятелей вот вот это был первый как бы все что связано с музыкой я любил петь танцевать и играть на уроках обычно то пиджак на левую сторону то у меня застегивают сзади там пуговица учительница ничего не может понять над ней издевался прошу прощения учителя географии совершенно потрясающая женщина который стихами вроде география она читает там река ангара ушла от батюшки урала вроде как должно наоборот заводить стихами вроде география надо было оценить не мог потому что эмоция доминировала был очень такой смешной пуговица вот сзади вот пиджак не волнули они сзади застегивают она понять не может что происходит поэтому драм кружок помню как назывался такое название там все пафосное же было в школе положено битва за умы такой мы боролись с театром делали отручки и с учителями истина но на самом деле там это была единственная у меня возможность как-то проявлять себя конечно спорт я спортом занимался серьезно 10 лет вот спорт и вот все что связано с художественной самодеятельностью в школе вот так что такие вот мои первые то были на болтурне там про болтурну что-то было учиться на болтурне это уже было после армии а в армии у нас был очень серьезный коллектив связан как бы с рок-музык я в москве служит поэтому потом мы разбежались ну все уехали по домам так стало скучно я думаю не пойти ко мне музыкальное училище как раз тому времени жениться собрался жена была в екатеринбурге тогда в свердловске у меня очень сильно хотел я думаю ну вот побуду немножко в родных березняках пермской области побуду немножко поучусь музыкальном училище тем более там у нас опять-таки группа там свадьбы халтуры и все такое поэтому поступлю поучусь годик а потом поеду свердловск для себя вот так таким образом решил и поступил на волтурн там друзья все были из группы они заканчивали четвертый курс и все учились не учились на кто в основном на духовых как бы в духовом отделении потому что на духовом отделении могли брать без музыкального образования как таково то есть и школами поэтому все это было таким образом это провал торн это было после а потом вот переехал свердловск не смог выдержать так тосковал помню по своей любимой вот и не смог выдержать поехал в екатеринбург и жил бой в таких условиях прекрасно но там это уже другая история думаю там вопрос какой-нибудь проект какой ну какой-нибудь екатеринбург потому что самом деле этом поступил и при театре академическом орден трудового красного знания музыкальной комедии закончил помню актерскую студию где преподавали лучшие педагоги этого театра а там театр был интересен тем что там очень такая серьезная школа именно актеры драматических там очень много драматических актеров на коих держалась держались спектакли которые были по своему материалу сложны именно в плане как бы драматическом вот это был это было театр то очень знаменитый легендарный театр культовый музыкальной комедии севердловский вот поэтому он всегда очень серьезно заметил наверное на фестивале музыкальный сердце театр как они ответственно вообще отнеслись к этому делу я даже заволновался вообще вспомнив все вот так что а после этого я поступил в консерваторию консерваторию вам пришлось учиться академическому вокалу и какому было рок-певцу переставить воперного там история удивительная я выходил на а мы у нас 60 часов в неделю было я выходил как помню академические концерты все то есть у нас музыкальная дисциплина все что касалось как предметов консерваторский история музыки сальфеджио гармония анализ форм и все остальное вот это мы еще проходили помимо этого история зарубежного театра история русского театра философия исмат диамат вообще исмат диамат это очень хорошо и когда сегодня говорю там допустим друзьям там из истфак какой журфак иностранцам они все очень сильно у нас такая была терминология журфак я знаю все смеяться смеются меня жур нападает очень конкретно я учился на истофаке такой серьезный дядя какой-нибудь вот поэтому была такая история которая повторялась и же там через каждые полугода академический концерт существовал ну все что касался консерватории академический концерт и там надо было выходить в большой зал и петь программу какую-то песнику ну арии и вот я выходил я страшно боялся этого дела ну что это другая техника совсем переучивание аппарат вообще другой и пришлось как бы с энтузиазмом взяться за это дело потому что я люблю как бы если уж берешься то надо довести до конца для того чтобы сформулировали что-то свое сформулировать то есть могу так могу так могу так вот как бы для меня была главная задача и потом когда там была удивительная история каждые полгода галерка вся академический сцена да консерватория имени мусорского или мусорского мусорского а вот и все академия все я выхожу в галстуке в красе в костюме выхожу сидит концертмейстер и мне с галерки юрец давай это конечно было я выходил под звездом говорит привет пацаны они конечно ну как только клал руку на фортепиано я такой деревянный такой ах ты душечка красночефец и у меня все это было в таком как бы зажатом состоянии а все эти ноты все эти ноты все потом как только отрывался от инструмента сразу опять вот то есть у меня все наоборот было а вокалисты истине наоборот выходят с правой ноги с правой руки такие только на фортепиано рука и они расплываются то есть вот такой вот наоборот происходил со мной но это было очень весело на самом деле это было психологически кстати трудно но и в конечном итоге все таки я зато узнал про свой вот все что касается вокальных каких-то технологий вот связаны с вокалом все физиологии мне это очень сильно помогло я и научился и и академический бокал и когда нужно перестроиться на другое и так далее а потом сформулировали себя одну вещь это все что касается вот физиология допустим мюзикловая подача она совсем другая жанна мюзикл предполагает совсем другую подачу вокально эстрадная ну эстрадная не эстрадная нет в том-то и дело потому что когда поет лаза миннелли сразу видно что это как бы не эстрадная певица правда потому что она очень выразительна все что касается формирования фраз конструкция фраз очень как бы внятная понятная четко утрированные как бы произношение вот это и есть и вообще самое главное тоже очень тривиальное английский язык это а у нас все вертикаль поэтому вот это вот вертикаль как бы такая школа наоборот когда ты улыбнешься и когда у тебя звук пойдет такой как бы какой необходим в общем-то хотя вот кстати как раз таки американцы на мастер-классах они как раз говорили про что у мюзикловых певцов должна быть академическая подготовка ну да и они как раз таки все заставляли улыбаться заставляли улыбаться я и говорю все а у нас вот вертикали поэтому ничего не видно вот я всем договорюсь неверно а верно когда улыбаешься естественно способствует раскрепощению и выразительности некой вот как раз вот это ощущение вертикали и естественно английский язык как таковой и поэтому я всегда говорю для того чтобы как-то попасть ненадолго в жанр надо просто какой взять там джазовый стандарт допустим и вот попить его а в этом джазовом стандарте есть все там есть английский язык и там есть слабая доля что не что очень важно когда ты ощущаешь эту слабую долю есть движение когда ты ощущаешь слабую долю то ты можешь поверить в то что с пятого этажа ты можешь упать упасть не в сильное потому что даже у них даже не черные а белые падают как бы слабую долю я шучу но на самом деле вот образным если говоря это так и для меня как бы вообще никогда раньше как пытался разобраться жанр какие-то соответствия ну да есть какие-то безусловно основные вещи я про них может там чуть позже скажу что все таки характеризует чистого жанрова как-то храсти характеристика мюзикла вот а так в общем-то что не цирк что не опера в общем-то у них это мюзикл это музыкальный просто так у них звучит у нас не скажешь музыкальный у них мюзикл как весь законченность такая они отказались от мюзикл плей они отказались от мюзикл комедии, они отказались от просто мюзикл, поэтому все, что не опера и не оперета, ну это абсолютно два разных понятия. Вот все, что не опера и да, оперета все-таки ближе к этому делу. Вот и не цирк, хотя опять-таки все очень спорно, все очень спорно, потому что мюзикл это ни рыба, ни мясо в прекрасном смысле этого слова. Поэтому можно, да конечно, можно в одной песне и применить абсолютно разные как бы выразительные, ну выразительные средства одни, а как бы вот технически подача голосовая, она может быть абсолютно разная. Там может мелодекламация допустимая, там нет, это допустим какой-то пунктир, мелодекламация, допустимые, разные техники как бы исполнения. Вот и все. Насколько это работает на образ, который ты вскрываешь. Поэтому начать можно, я не знаю там, если надо, в одной песне может быть применено очень большое количество как бы голосовых, академия, там бокал, джаз, ушел, как угодно. Это просто связано непосредственно с созданием образа, а это уже другая история. Это самое важное создание. Какая любовь к мюзиклу? Моя любовь к мюзиклу? Моя любовь к мюзиклу? Проснулась в однотысячу. Есть замечательный критик, мой большой друг и кинокритик, и его можно, он раньше работал в известиях. Сейчас он в российской газете, очень известный человек, он дорогой мне человек. Это Тичин Валерий Семенович, который один, их немного таких людей, которые на самом деле являются большим поклонником жанра и очень четко в этом ориентируются. И я ему очень благодарен, когда в 85-м году, пардон, в 85-м, он впервые на тряпочках, на ВХС-очках привез там All The Jazz, Боба Фоса, я там смотрел, я помню, на Устралии все посиделки. All The Jazz, потом смотрел все, ну это, все номера из мюзиклов классических. Я это увидел в 85-м году. Это нехило, я скажу. И можно сказать, тогда я увидел. А так, у меня, допустим, был страшный интерес. Я собирал открыточки, вот эти все вырезки, все, что касалось жанра, там мало кто этим занимался. Я собирал там Фред Астер, Джинджер Роджерс, какие-то фотографии там Фосовские. Была удивительная книга, единственный материал о жанре на языке, на русском переведен. Это книга Ханиша, это ГДРовский такой был критик, а «Песня под дождем» называлась. Очень хорошая книга. И вот там было много фотографий, но там в основном эти на мюзиклах, но все равно это как бы стилистически. Я ощущал этот жанр, безусловно. Потом в музее кино в городе Екатеринбурге. Я посмотрел отрывки из Фосовской «Милашка Черити». Я посмотрел вот эти отрывки, с сигаретами все, вот эти три номера, в черно-белом изображении. Ахах! Ну это было потрясающе. Я увидел вот как бы жанровую пластику. Очень важная вещь. Потому что там был пунктир, там как раз было ощущение слабой доли, полиаритмия какая-то. Вот когда очень много-много-много в одном флаконе. А когда-то вы сказали, что Боб Хост почти что Станиславский, потому что его мюзикл очень психологичный. Сейчас можно сказать «Расторационал»? Нет, это все, что касается киномюзикла. Потому что и «Милашка Черити» это переделанная «Ночь Кабири» филининская, да, филининский сценарий. Кстати, мне очень понравился и нравится, как совершенно любимая Алла Сигалова. Мы не знакомы, но я просто преклоняюсь перед этим человеком вообще, как балетмейстером. А здесь она поставила совершенно удивительный, хороший спектакль в Куштинском театре. Ну, Бавари сейчас она, а до этого, вот она «Ночь Кабири» как раз по филининскому сценарию. И это все, там, маска, комедия для арта. Мощная селестичка, очень мощная, мне понравилась постановка. Суть не в этом. А вот «Ночь Кабири», да, психологическая штука. «Милашка Черити» фосса. «All the jazz», безусловно. Очень психологический фильм. А вот в Каннах «Золотую ветвь» так просто не дают. Вот, поэтому, как бы, вот это ответвление, где есть, как бы, психологизм такой, да, как бы, вот, штука. А все постановки, а, ну, «Кабаре», безусловно. А все постановки, еще я смотрел, как Пипин, это все, сценические постановки, они, конечно, предполагают в первую очередь шоу, безусловно. Поэтому и «Кабаре», все-таки решение сценическое чуть-чуть иное, и Пипин в фоссовске, это 70-е года, вот. Это все, как бы, с его известными актерами, там, которые потом сделали в фоссе, вот этот спектакль на Бродвее, который идет, восстановил, из его номеров, отрывки, из мюзиклов и еще что-то. А, ну, вот он, вот, я забыл просто его фамилию, он в «All the Jazz» в последнем номере, вот, он негр такой, негр по-русски сказал, негр. В общем, не суть важна. Его актеры, они изумительные, конечно, люди, которые четко ориентировались и ориентировались, и на сегодня двигают вот фоссовское вот это, абсолютно снушебательное, минимализм бешеный, который просто завораживает. А, в начале 90-х, уже будучи актером театра, участвовали во всероссийских союзных конкурсах артистов в мюзикл. С различными номерами из мюзиклов. Какие это были номера? Ну, это были, во-первых, у нас же номеров не было, у нас были записи, аудиозаписи с пластинки. А вот была там запись «Давай потанцуем мюзикл», «Киномюзикл про 230-х» с Фрэда Мастером. Там «Slave that bass», такой был номер «Удар шлипок по контрабасу» Фрэда Мастера. Вот я на него как бы сделал номер с барабанами, и я немножко ставил даже вот, помимо этюдов, каких-то таких вот вещей стилистически, как бы, старался, чтобы они были стилистически точны. Я еще пластикой занимался конкретно. Да, и у нас был очень такой, не степовая, а такая имитация, как бы, как сказать... Ну, так скажем, я тогда увлечен был джазом очень сильно. Читал книжки про джаз вообще и все, что касалось танца, конечно. Я занимался этим серьезно. И вот на этой основе, на этих, как бы... Потому что основной мюзикл, как ни крути, да, в любом, это джазовое ощущение, это особенность. Потому что классический американский мюзикл, это в первую очередь ассоциация с джазовым материалом, безусловно. Поэтому вот это джазовое ощущение, я это пытался в пластике, как бы, в одном номере сделать. И это очень хорошо получилось. Потом второй номер был принципиально. Мы сделали... Тоже была запись кошек. Это редакция самая первая, как бы. Она отличается от того, что шло у нас. И там другая. И мне друзья записали на такую пленку здоровую. Записали. Бобины. Бобины, да. Вот на фестивале мы попробовали воспроизвести это, конечно. Но все равно качество записи хорошее. Просто не было инструмента. Это писалось, как бы, не вживую. Это писалось на... По тем временам хорошем аппарате. Димаха какая-то была, я помню. Но все равно. Это было очень сложно. Но мы сделали... И на этот манго Джерри Рампл Тиза мы сделали этюд свой. И он очень напоминает, как бы, оригинальный. Мы же не видели ничего. Мы просто по записи делали этюд. Вот. А третий у нас был, это на экспериментальное для себя решение... А, Иисус Христос суперзвезда. У нас был Девсиманский сад. И Арииуды, по-моему. Вот так мы сделали такой блок. Вот. А третья, это была песня такая, зримая, как бы, песня. Со стулом я делал. Очень психологическая, такая серьезная. Очень интересная вещь. Татьяна Камышевой. Это композитор, мой друг, который написал эту песню на стихии Семена Кирсанова. Сон с четверга на пятницу. Вот я сделал из этого такой симпатичный, драматический, пластический этюд. Это как такой экспериментальный был момент. Вот и, собственно, все. Вот с этими номерами и с моими партнерами глубоко уважаемый я стал лауреатом этих конкурсов. Всероссийский и всесоюзный. Расскажите, пожалуйста, про свое участие в проекте Мюзик Лэнд. Мюзик Лэнд. Я уехал из Свердловска по одной простой причине. Друзья, у которых был... Ну, тогда все начинали заниматься бизнесом. И, как правило, первые деньги, они такие были... Ох, откуда так много денег? Люди не знали, что с ними делать. И очень легко они... Кстати, как-то получалось, что они зарабатывали легко поначалу. Но потом все изменилось, к сожалению. Там 90-е начались и очень сложно. Но, во всяком случае, они тоже были одержимы идеей какой-то. Юра, давай сделаем... Они все как бы из... Ну, любили рок-музыку и все такое. А я им говорил, что ребята, давайте, надо сделать маленький какой-нибудь спектакль. Возьмем там... У вас же есть деньги. Давайте мы сделаем сначала студию. Будем записывать, сделаем ее коммерческой этой студией. Постепенно будем каким-то образом становиться на ноги и все такое. Идея была очень хорошая. К сожалению, это все похерилось. По одной простой причине, что это были 90-е. И там, конечно, уже какие-то операции проводить с банками, которые удавались раньше, уже не удавались. Потом слишком большая была глобальная идея Мюзик-Лэнда. Это ассоциация продюсеров Мюзик-Лэнд, когда мы совет директоров, учредители. Мы хотели такую сеть, как бы, вот этих спектаклей, которые создавались на периферии. То есть абсолютно нормальная, трезвая идея. Просто, ну, чтобы эти спектакли были, мы их сюда привозили, устраивали семинары или туда педагогов направляли. И очень... И на этой базе мы сделали свой вот театрик. Вот. Но набрали 20 человек. С ума сойти! Как это все? Это же платить надо. Все такое. В общем, это очень оказалось трудным, но идея сама была просто замечательная. Просто в то время... Там, нас крошевали. Это надо было... Ну, то есть, вообще, беспредел же в этом смысле был. А найти, как бы, людей, инвесторов, которые бы дали деньги на вот такую идею, очень хорошую, сегодня наверняка бы нашлись. Ну, в то время, конечно, мы замахнулись. А вот обновить сейчас вот эту идею? Да нет, ну, идея-то, она проста совершенно. Я уже объяснил, что это ассоциация продюсеров. Слушай, это надо, чтобы... Это долго рассказывают механизмы. Механизм очень четко был сформулирован. Вот я сейчас понимаю. Вот. Но так как мы все люди творческие, эмоциональные, все это закончилось по одной простой причине, что очень много народу и студию пришлось продать, и там, и денег, как бы, ну, мало было. А там, у нас ведь были... У нас все... Саня Пряникова, Аня Плетнева из Лицея. Сейчас. Да что ж такое-то. Олег, прости меня. Из Иванушек. Олег... Ну, там много было людей, кто вышел из Мюзикленда. Очень много интересных. Ну, вот я назвал, как бы, основные имена. Настя Сапожникова. Оксана Костецкая, ну, там у нас доступ, собственно. Нам очень много было людей. Вот. Так что, такая очень хорошая школа была, конечно. Очень хорошая школа. Вот. И мы такие одержимые были. Ну, а потом, потом все закончилось, и начался другой этап. Совершенно. Чистотеатр Модерн. Да, театр Модерн, это мне помог. Вообще, в то время, в то время было очень сложно. Время Великой Депрессии. Мне помогли просто близкие люди. Это главный редактор журнала «Театр» Семеновский Валерий Аскарович. Борис Симонов, директор этого журнала. Это мои близкие друзья. Как бы, о них тоже этот разговор особый. Тем более, Валерий Аскарович Семеновский. Это вот один тоже из немногих. Я сказал, про Кичина. Но, как бы, в первую очередь, Валерий Аскарович, который мне вообще привил, потому что я работал в его спектаклях. И их, как бы, альянс в лице режиссера Кирилла Срежнева, моего учителя, в лице Затина, композитора, гениального совершенно, Семеновского. Такой у них был мощный альянс. Потому что такие вещи, они рождаются работой вот именно вместе. Вместе все. Вместе работали. Даже балетмейстеры. Вот все вместе сели и начали работать. Мощные. Вот, так что, ну, это отдельная история. И после двух с половиной лет работы в Театре Модерна, вы вышли из РАНа? Да, Модерн, вот он мне помог, как бы, я там показывался в Театре Модерна два раза. Меня взяли, я там два года отработал. И потом Тумору Ленд объявили кастинг. Сказали, кастинг. Что такое? Прослушать. Пока. И вот на этом кастинге нас взяли в Тумору Ленд. Такой был. Серьезная постановочная группа, которая очень не любила систему Станиславского. Не любила, да. Они вообще чуть-чуть не любят. Почему-то. В этом есть, как бы, момент. Мы-то его понимаем по-другому, как бы, из-за нашей ментальности, да? Менталитет у нас такой. У нас Станиславский, вот он... Прямо, я вот не верю. Да, вот не верю и все. Станиславский, это, конечно, такая вещь. Все равно это попахивает натурализмом. Вот и о чем. Если бы это, как бы, реализм чуть-чуть другой. Вот Змей Горыныч, он реалистичен, понимаешь? Ну, вот он же не натуралистичен. Но я верю, что Змей Горыныч есть. Ну, как бы, это уже, так, ближе к Вахтангову. Потому что там сказка, там, какой-то, да? Вот, что-то другое. А вот Станиславский, он называл сначала натурализмом, а не реализмом. Как бы, он вообще это слово не применял, а применял натурализм. Поэтому это натуралистическое ощущение, вот это вот такая, такая колбасная правда, когда я стою в очередь за колбасой, и три часа. Значит, и на сцене надо стоять три часа. С такими же ощущениями. Ну, это грубо. Это раньше так. Стояли в очередях, помнишь? Или не помнишь? Помню. Да. Вот, стояли в очередях. Я думал, как так можно? Если ты стоишь в очереди три часа, значит, на сцене ты должен стоять три часа. Вот. Поэтому уже условность есть, когда есть сцена. Это уже условность некая. Потом все, что связано там, я не знаю. Ну, да. Но что-то я вспомнил. Вспомнил я, как Бенюэль сказал о сюрреализме. Очень хорошем. Как же он сказал-то? Если вы... Очень хорошая книжка, и очень интересно там про сюрреалистов. У меня же друзей-то много было. Вот. Дали. Самый первый друг. Поля Люар. Все как бы сюрреалисты, которые... Вот он говорил про сюрреализм. Сюрреализм, это вот... Вот картина, это уже сюрреализм. Это же не фотография. Если вы писали, это уже сюрреализм. Уже как бы есть авторское, да, заявление о чем-то. Поэтому вот и есть. Вот чем отличается натурализм от реализма. Кто не понял, звоните. Кастинги в метро и в Tomorrowland шли практически одновременно. Не жалеете, что англичан предпочли полякам? Да нет. Мне там делать, по-моему, нечего было в этом, в метро-то. Я же там уже... Мне же не 15 лет было. Уже было 30 с чем-то. Ну, у вас тоже было 30 с чем-то. Ну, нет, нет. С Тушкой мы давно, да, знакомы. Все. А там... Ну, просто нет. Так получилось. Это же хорошо. Одновременно два... Ну, англичане, англичане. Я подумал, что англичане это хорошо. Просто другое дело, что там постановочная труп была очень мощная. Бермагенский театр. Знаменитый. И режиссер прекрасный, и постановочная часть, и все такое. Это тоже отдельный разговор. А вот то, что... Продюсерам было задумано осуществление... Это такая демонстрационная была... Чуть не запись сказал. Такая демонстрация как бы для вот иностранных импресарио, которые должны были посмотреть этот спектакль. Такая демо. Посмотреть, а, пойдет материал или не пойдет. И он хотел просто... Его мечта была поставить это на Бродвей, этот материал. А он как бы не пошел. А здесь мы играли просто 20 дней подряд этот спектакль, чтобы приглашать людей. Но отнюдь это не было для российского зрителя, безусловно. Мы играли на английском языке, потом... Ну и на русском были, как бы... Через раз играли. На русском, на английском. Поэтому это всего лишь, опять-таки, такой этапный какой-то момент был. Но знакомства были очень хорошие. Вот это вот о Tomorrowland. Ну это Tomorrowland, Musicland, ты знаешь, ой, ужас. Потому что Tomorrowland была ваша мечта, театр на Лаганке. Да, это моя мечта была, да. А Юрий Любимов не любит тонаров. Ха-ха-ха, это правда вообще. Смели у него спектакли. Да, все босе, как говорят. Тенорами являясь, начинают босить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот, но теноров он не любит страшно. Я помню, попал и сразу дали роль Евгения Нигин и Ленского мне дали. Я думаю, чем его удивить? Его надо каждый раз удивлять чем-то. Вот он тогда начинает фокусировать на тебе. Я что-то такое, компиляцию из Пины Бауш, из какой-то из Contemporary Dance, вот что-то такое. Как зафигачил. Ха-ха-ха-ха-ха. Он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный. И у меня там такая фигня пошла. Такой постмодерн чисто вот так посмотрел, а он тем более Пина Бауш знает. И он так, хорошо, Юрий, хорошо. Я оставил меня на этой роли, и я вот колбасился, помню, с этим Ленским. Получился у меня то, что я сыграл одной из главных ролей на Таганке, это вот благодаря вот этому эпизоду. Но сподвигнул меня на это, сподвигнул. Это, конечно, мой друг Влад Маленко, он очень известный телеведущий. Сегодня на «Звезде» работал, тогда на М1 работал. А раньше еще передачу «До шестнадцати» и старший вел. Вот, мой дружок, который, конечно, я которому благодарен вообще в этой жизни за очень многие события. Вы сказали, что считаете мюзикл «Нордост» уникальным. В чем его уникальность? Уникальность? Ну, он уникальный в том смысле, что это просто в десятку. Это спектакль, который, можно сказать, назвать настоящим проектом. Это же очень рискованная вещь была. Абсолютно. И ежедневный показ – это очень риск большой. Поэтому генеральный продюсер, конечно же, он вообще не сделал, не делал никогда, насколько я его знаю, никогда не делал каких-то неуверенных шагов. Он всегда очень уверенно ступал вперед, проанализировав, сформулировав и так далее. Это у меня очень здорово получается. И в это невозможно было поверить. А он это сделал. Ну, конечно, вдвоем с Алексеем Ивашенко, они, конечно, там просто по всем, по всем параметрам, которые не брать, там все в десятку. Просто все в десятку. выбор темы, да, идея, self-made people, человек, сделавший сам себя, там, я не знаю, патриотизм здоровый, музыка, безусловно, причем они сами решили все это написать. Это же, ну, просто невозможно было. Они это сделали. Потому что очень четко были уверены в материале. А материал, по-моему, это вот как раз Алексей Ивашенко нашел материал. Два капитана. И точно. Он вот у нас любит эпический, вечный зов, поднятая целина. Понимаете? Вот такой вот маленький мальчик, потом побольше стал, потом... У нас зритель приучен к лирической, бытовой такой, психологической драме. Вот он, тем более эпическое, вот когда вот такие сериалы, да, были. Здесь следишь, что там дальше, что... Очень важная вот эта вещь. И, конечно же, книга, это захват поколений. Столько поколений. Бабушки, дедушки, внуки идут на технологические, да, какие-то вот интересные вещи. Бабушка идет, потому что были два фильма и культовая книга, и все такое. Вот. И получается семейный спектакль. Семейный спектакль, где захват зрителя мощнейшего. И, конечно, все, что было связано с технологией, это в первую очередь высокотехнологически был. Первый высокотехнологически мощный спектакль. Тем более решение не бытовое, совершенно, а как бы такое эпическое. Даже по сценографу Марголин Зиновьев. Гениально совершенно. Ни одних выпуклых каких-то этих декораций. Везде график, весь очень... То есть, это настоящий эпический в смысле определения эпического как бы театра брехтовского такого толка, вот чистой воды. И поэтому актерское существование там было абсолютно не бытовое, а абсолютно такое, как актер эпического театра. Но, если так сказать... Ну, вот Владимир Высоцкий, вот как бы представитель эпического, да, как бы такого театра, там, я не знаю, кто там еще там. Ну, много там. Я не буду, там, Эрнст Буш, там, я не знаю, все, что связано как бы с театром брехта, не в этом суть. У нас просто были знаменитые актеры, и сейчас они существуют. Нет таких актеров уровня Петренко, понимаете? Ну, нет таких. Нет актеров уровня Шаповалова, Виталия Владимировича, моего друга Стаганки. Нет, нет таких монстров. Вот. И это тот театр, по которому, конечно же, я скучаю. Как бы театр может развиваться в нескольких направлениях. Вот это, я все приветствую. Я очень, мне очень понравился. Я думаю, мне не понравится Кирилл Серебренников, я просто в восторге вообще. Я посмотрел спектакль, лез, вот, потом кино. Немного вещей смотрел, но я в восторге. Но есть еще и другое, как бы, да, что можно развивать. Вот о чем я говорил. У актера вот такого, как бы, меня интересует еще вот такой тип, как театр, вот, который, в котором тоже есть куда двигаться. Вот. И это так, более театрально, я так думаю. Книгу «Два капитана» вы не читали? Нет. Принципиально. Кино смотрели вяло. Кино смотрел вяло. Как работали над роли Николай Юрьевич? Кино смотрел вяло. Я очень хорошо изучил пьесу под названием «Нордост». Это две большие разницы просто. Там же есть изменения. Поэтому я очень четко, я люблю его разбор, очень такой конкретный. психологический. Без этого я не имею права выйти на сцену. Я просто себя чувствую неуверенно, и это как бы смешно это делать. Вот. А так, как работал над ролью, там же буковки есть, заглавные маленькие буковки. Я вот так вот складывал, складывал, и получилась роль. И я думаю, что она совсем неплохо получилась. и я даже почувствовал, что в какие-то моменты вот, ну как бы она у меня просто вот этот образ Николая Антоновича, да, который я считаю, что он ну просто вот в данном контексте, контексте спектакля, постановки этого мюзикла, он был очень по-моему точный. Вот. Его и ну вот я вот как представлял себе, как и проанализировал, как логику вот все провел, и даже в одной сцене мне хотелось такого как бы не а чтобы появилось на уровне эмоционального восприятия тепло, чтобы было. Вот такое хотелось, потому что очень очень было все как бы в таком мраморно цвете, вы знаете, да, такой хай-тековском таком как бы дизайне световом, а хотелось какую-то сцену, где вот есть тепло, хотелось ее как-то и вот я придумал этот снег, который настоящий я делал или изо льда летом я крошил там и посыпал себя и он таял, зритель видит, что снег тает настоящий и вот такая а сцена такая была тяжелая, ну драматическая такая ерничная такая очень серьезная сцена и поэтому она называлась ссора я бы ее назвал соперничество там просто пришел человек, который любит Мария Васильевна и человек, который тоже любит вот, поэтому соперничество за эту женщину вот, мне вообще как бы нравится последнее время вот, когда есть когда есть борьба за любимого человека это я это почувствовал не борьба, а вот настолько насколько хочешь настолько получается вот как ты хочешь так и будет это совершенно точно потому что сколько ты отдаешь это как любовь ты отдаешь она должна возвратиться она не может это как эхо выходишь в гору крепим люблю люблю оно возвращается поэтому в таком виде в другом но это надо просто в это надо врубиться это надо понять поэтому образ Николая Антоновича он случился лишь по одной причине я очень люблю тип такого такой постановки это просто мое и когда-то там я внедрялся первый мой учитель Владимир Атимович Курочкин который впервые рассказал мне на какой-то из лекций первых ну он удивительный был человек конечно удивительный режиссер постановщик ну без дураков грамотный человек продвинутый вот как продюсер он мощный был и как художник которому сейчас к сожалению забывают но он так много сделал для музыкального театра в нашей стране я просто это сейчас осознаю вот он мне первый кто сказал о театре Ежи Городовского это такой глубокий психологизм понимаешь это совсем как бы это такое углубление в психофизику это такая мощность чем он у нас занимается как бы Анатолий Васильев вот это такая лаборатория такая как бы это совсем в те времена это было очень интересно лаборатория такой отказ от зрителя совершенно вот в себя да не в себя а просто такое было ритуальное ритуальное конечно в большей степени вот это жанр так скажем да не жанр театр вот поэтому и там но там мне просто это надоело уже потом естественно поэтому так вот бросало туда сюда вот я рассказал про какой момент спектакль был самый любимый и самый сложный самый любимый и сложный это где в Нурдосте там было две вещи конечно ежедневная игра это невозможно эту книгу можно написать как уберечь себя от ежедневного показа потому что опять таки еще раз говорю за что не любят англичане Станиславского за натурализм который как бы в школах у нас как ни крути но он все равно как бы вот он есть понимаешь забыла все ну вот натуралистически выдала как бы прожила это близко к болезни я считаю поэтому у этого это детская болезнь она проходит ученическая а потом как бы наступает и формулируешь для себя конечно совсем другие вещи поэтому там в Норд-Осте что там психологически одна была сцена я ее не мог формально с холодным носом сыграть конечно это поминки это финал первого акта и поминки и второй акт там тоже тоже Ариоза Николая Антоновича такие они короткие но вот они такие мощные были конечно и там за формой не спрячешься просто ну потому что там нет возможности не потому что как бы актер на сцене и там с галерки не видно ну там уже и смотрели в бинокли и все такое в театральные больше как бы все равно ощущение вот этой энергии мощной оно должно быть ощущение то что это надо было это надо было по Станиславскому зафигачить вот две сцены они по Станиславскому вот поэтому в чем прелесть вот опять-таки вот полистилистика вот жанр такой где он надо и Станиславский и нужен и вахтангов где нужен и этот где нужен академический вокал где нужен джазовый вокал и все в одном флаконе вот это вот полистилистика это одно из определяющих жанров очень много-много всего вот в одном флаконе не у нас давно бы назвали плагиатом а у них полистилистика ну например например это откуда? откуда? ну что скажешь это суперзвезда Вебер а вот это сейчас а сейчас замыкая круг это все а это Дорс вот поэтому Вебер перевернул и взял из Дорс как бы но он же не говорит это же как сделано ты же не придерешься но это сделано как бы мощно без дураков поэтому там как бы полистилистика это жанр там есть Бернстайн да там были великие Хаммерстайн там да вот они недавно я слушал просто обалдить вот полистилисты композиторы мощнейшие у нас у нас школа как бы вот она у нас или пан или пропал вот у нас драма комедия вот у нас Станиславский вот Станиславский и театр представления вот все середины нет вся прелесть как раз вот в середине в этой. Это просто гибкое ощущение материала. Вот она середина. Полистилистика. Есть, конечно, такие композиторы сейчас. Саша Пантыкин, друг мой, полистилист. Сейчас он опять начал по крупной форме мощно работать. Он в кино долго работал, в театрах драматических, а сейчас в музыкальных театрах. Вот сейчас готовят несколько... Совершенно уникальный человек, мой друг. Я думаю, что все у него получится, будет здорово. Он, конечно, потрясающий композитор. Ну и там чуть раньше это был Толя Затин. Совершенно потрясающий человек, который написал материал. Мюзикл «Беспечный гражданин». Музыки такой. Я не могу ни с чем сравнить сегодня. Совершенно уникальный. Сейчас преподает академическую русскую музыку в Мексике. Да, сам заканчивал как Петербургскую консерваторию, как пианист, как дирижер, и как композитор. Вот полистилистика. А что для актера значит такая награда, как «Золотая маска»? Престижная очень награда. Я видел, как люди, которые не получали, по этому поводу очень сильно переживают. серьезная. Я просто увидел, я не буду называть имена, но я увидел таких серьезных дядек, которые переживали, потому что не получали. Конечно, это уже как бы это серьезная, конечно, такая серьезная. И вот когда я получил, это был какой-то 2003-й, 2004-й. 2004-й. В Петербурге это все, когда юбилей был Петером. Но там, конечно, в Мариинском это было очень здорово организовано, помню. Может быть, потому что я был номинантом, а потом стал лауреатом, поэтому я так все воспринял. Да нет, я думаю, нет. Все-таки там атмосфера такая была интересная. Это очень престижная и очень значимая, конечно, награда. Это без дураков, конечно. Я очень... Это очень для меня ценно. Очень ценно. Такое поощрение. Национальная государственная премия театральная. Это очень важная штука. Вот я бы там, конечно, вот эти гробики красного дают. Я думаю, ну вот, закончилось что-то. Вот. Какой-нибудь бар, как другой. Вот так прям... Ну, это, по-моему, сейчас даже уже без них. Не знаю. Я тогда так отчетливо посмотрел, думаю, ой, это гробик. Как обстояние дела с мюзиклом «12 стульев»? Это нормально. Роли Палита Матвеевича. Очень хорошо. Мне очень нравилось. Я разработал такую ролягу. Такую вообще ролягу. С такой... Думал, да, это... Потому что я очень серьезно как бы отношусь к этой вещи и очень серьезно для меня то, что было уже два фильма, да, и сравнение и все такое. Какой-то новый... я думал, что это будет какой-то... Хотел в то время, чтобы это было какое-то как бы прочтение вещи вот по-новой. Я проанализировал много вещей. Вообще как бы очень близко с Булгаковым. Очень близко. И Булгаков очень много взял. Кстати, первое название «Мастера и Маргариты» было «Консультант с копытами». Вот. А это все как бы от Ильфа Петрова. На эту тему я могу... Дорогая копыта? Да. Ну, я там много могу разговаривать, сколько... Ну, там столько мистических вещей. Само понимаешь, знаешь, наверное. Поэтому, если бы он такой был в этом смысле подготовлен как мистический материал такой, такое серьезное, интересное прочтение, это одно. А постановщикам, продюсерам важно было другое. А я как бы по-другому не могу. Я думал, что я как бы смогу в этой роли, а там не было такой возможности просто. Спектакль получился таким, насколько его хотел, и хотели видеть продюсера. Вот он так получился. Поэтому он имел место быть, и у нас была выездная там версия. Абсолютно нормальный такой как бы проект. Абсолютно. Я говорю, вот то, что как бы хотели сделать ребята Саша Цикала и Тигранки Осаян, как режиссер, постановщик, это было все сделано. Но всегда же планку задираешь, и хочется как бы, чтобы это было вообще на уровне такого. Поэтому обычное желание эмоционального актера. Вот и все. В своих выступлениях вы часто обращаетесь к литературе и поэзии, особенно китайскому. Откуда ты знаешь об этом? Да нет, я очень увлечен был, как все поэты серебряного века. Как все поэты серебряного века. Я очень люблю серебряный век, всех наших, и они были очень сильно увлечены. Вообще, как бы, опять-таки, все рядом. Модерн, да, постмодерновые закидоны, там, полистилистика, да, как бы, вот эти вещи меня интересуют. И все это было связано очень сильно, кстати, как ни крути, связано с Востоком, безусловно. Все, что касается модерн, как стиля, да, чистой воды, увлечения Востоком, безусловно. растения, я не знаю, Гумилев очень любил китайскую поэзию, тоже. Да и все, собственно. Вот, поэтому китайская поэзия, она как-то, а я, у меня был такой период, когда я хотел соединить вот с чем-то таким, с чем-то, вот хотите, прочту? Да. Вот, вот, вы сейчас поймете, что я хотел соединить. Я просто читаю середнюю китайскую поэзию. Не помню поэта, но, читай. Сейчас, сейчас, секунду, вспомню, какое лучшее. Ущербный месяц, редкие утоны, часы звенеть капелью перестали, все спит, лишь кто-то, погруженный в думы, идет один в виденье угрюмом. Вдруг встрепенулся, повернулся круто, во взоре скорбь, но кто про это знает, все ветви перебрал, но почему-то нигде не отыскал себе приюта в студеное Удзян. Студеное Удзян. Это река, Янзы. Чем не психологизм, да? Да. Очень психологическая штука. Вот, как бы, такие вот вещи мне очень нравились. Я пытался, вот, как-то найти аналогию вот с нашей, как бы, ментарной. Они-то имели в виду совсем другое. А у нас-то это, как, какой-то, ну, попытка, там, я не знаю, ну, суицида, да, так можно сказать. Ну, нет, ну, серьезно, как бы, как бы, ассоциация. То есть я с нашей российской ментальностью подошел, как бы, совсем другой поэзии. Вот с этой точки. Мне очень это интересно было сопоставлять. Тем более, я писал музыку, как бы, на песни, на стихи. У меня целая программа была, вот группа Паприка, с которой мы, она Зонг называлась, Паприка, с которой мы играли скрипка-контрабас, контрабас-скрипка со смычком, две гитары и с трубой мы играли в такую этно-блюзовую программу. Она совершенно... Вам довелось работать в фабрике звезд предпедагога Максвельского мастерства? А где, на ваш взгляд, та... Громыштин, спасибо! Да что? Наталья рекомендовала нас с Рекайровой. И мы там нормально преподавались. Как вы думаете, где-то грань между искусством и шоу-бизнесом? Искусством и шоу-бизнесом? Шоу-бизнес и грань. Если бы шоу-бизнес не назвали шоу-бизнес, искусство... Да нет, на самом деле, там тоже много искусства. Это все приходит. Все проходит с годами и все приходит с годами. Вообще, люблю такую терминологию, потому что все... Даже одна и та же тема, она... Если есть... Вот путь же есть некий. Что такое любовь? Это же путь. Это не чувство, как в энциклопедии в русской было написано, в советской. Любовь – это чувство, возникающее, да, там какой-то словарь был, я помню. Но любовь – это некая иерархия отношений. сначала зарождается, потом утихает, то есть испытание некое. Ты должен в этой любви познать, а потом опять возвратиться. И все это любовь. И все это с одним человеком. Или с двумя. О чем я, собственно, говорил-то? Поэзии я сказал? Про шоу-бизнес. Про шоу-бизнес. Я на самом деле не в шоу-бизнесе, поэтому я посмотрел со стороны. Мне это показалось, как бы, вот как раз этот путь он должен пройти, шоу-бизнес наш, он должен пройти этот путь и выйти на совершенно новый качественный уровень. Серьезно. Иногда попадаются, ведь очень много зависит, я не знаю, от… Мы же воспитали зрителя по-своему. Вообще, как про зрителя, это особая, особая для меня тема, потому что сегодня мы готовим один проект, не буду говорить какой, но он очень интересный, о мире. Вот. В котором… Так, мысль сейчас я проект о мире, до этого, то что я говорил. Подсказывай. Шоу-бизнес. Шоу-бизнес, да. Театр, путь. Путь, да, театр, шоу-бизнес. А, о зрителе я говорю, о зрителе. То, что зритель у нас, к сожалению, к сожалению, к большому сожалению, зритель сегодня мало спорта, способен размышлять, находясь даже на мюзиклах. Потому что мюзиклы у нас первые, они, на эти мюзиклы, ходил зритель театральный, и он ходил ежедневно, потому что он хотел допонять, хотел допонять, хотел… на эти вот сборные концерты вот этих исполнителей. Просто произошло, пардон, опускал его зрителя так, что просто зритель забыл нас, что он является настоящим, самым лучшим зрителем в этой стране, во всем мире, потому что он единственный, и все удивляются, иностранцы, кто покупает за свои бабки билеты, ой, эти, цветы, и дарит их в конце спектакля. Для них вообще нонсенс. У нас единственный зритель, который в блокаду шел на седьмую симфонию Шестаковича слушать. Понимаете, у нас зритель другой, он воспитан совершенно других вещах. У нас зритель размышляющий, он самый лучший, а не просто потребил его до караоке. Вот такого мы не должны зрителя потерять. Если мы его потеряем, все превратится в страшное зрелище. Сегодня нужны спектакли, которые бы, вот сегодня время, как бы делать спектакли, как бы другие, которые бы что-то там вызывали, чтобы цепляли каким-то образом. Не просто был бы праздный отдых, а чтобы зацепили, и максимум там на 5 дней, а не на те часы после спектакля. А сейчас еще продолжаете какую-то педагогическую деятельность? Педагогическую деятельность продолжаю. Безусловно. Я сейчас преподаю у бизнесменов, не буду называть, я тренер по коммуникативным навыкам. И у меня есть своя программа, основные дифференциаторы, это занятия, я занимаюсь только тет-а-тет, это занимаюсь с глазу на глаз, визави, как там еще, тет-а-тет, визави, с глазу на глаз, без свидетелей, потому что у меня очень интересная методика преподавания. А собирать какую-то группу, коллективы, ну это как бы другая, это можно, да, общий курс сдать, а так я занимаюсь один на один. Ну там президенты компании у меня есть, в учениках, очень солидные люди. Мне это очень интересно. И фабрика в этом смысле мне помогла, потому что на фабрике были экстремальные ситуации. Они же не знают, зачем им мастерство актера? Они же не понимают. Зачем мне мастерство актера, когда... А я их просто учил внимательными быть, потому что там, помню, какой-то штанкет полетел, на студии, прямо на записи, пятничное шоу, полетел штанкет. И я смотрю, мои-то обратили внимание. Оп. А вот исполнители звезды наши, я уж не помню, кто был, не увидели нифига. То есть они внимательны, они не отождествляют себя с этой песней. Они четко создают образ песни, да, тем самым как бы со стороны свое отношение к этой песне. То ли оно ироничное, то ли, понимаете, да, это совсем другая как бы... Актерское исполнение. Абсолютно. Это актерское, в том смысле, что актер, он... Это просто, если сцена есть, если есть подмостки, то существуют одни законы. Они одни, эти законы. Сценические. Вот сценическим законам я их учил. Я их учил к не бытовому, допустим, если у меня говорили, какой-то отрывок делали или еще какие-то мы проводили упражнения, они у меня говорили не отрывисто, они у меня говорили на одном дыхании, говорили очень много и долго, на одном жести, очень длинными фразами. Это очень важно для певца. Владеть именно длинной фразой. А вот именно длинные фразы. И поэтому они у меня, когда начинали что-то читать, какой-то монолог или начинали... Они говорили фразами, начинали, и потом ставили точку. Вот, то есть, я их учил вот таким... Они у меня пели бытовые... Заходи, будь как дома. Ай, я, наверное, не вовремя. Нет-нет, проходите. Здесь лечат зубы. Хорошо. Так, интересно. Ну, понимаешь, да? То есть, они как бы... Немножко... Немножко понимали, что есть... То, чем они занимаются, это абсолютно к бытовому существованию, да? Не относится. Поэтому не бытовухи я их старался обучать, чтобы они забыли слово бытовое. Для них опять театр. Это нечто бытовое. Опять Станиславской. А как сейчас складываются отношения с театром? С театром складываются отношения. С театром складываются отношения. Да, нормально. Сейчас мы выбираем, как чего. Сейчас должны появиться, как бы, все равно какие-то проекты. Такие интересные. Надо выбирать, цепляться за театр. За какой-то вот... Как вот за корою титью, я так понимаю. А, где? Дайте мне. Дайте у меня. Конечно, сложно. Без театра сложно. Потому что адреналин, это наркотик, это чистые ломки вообще. Абсолютно. Нет, ну просто без театра это ломки. Вот. Поэтому надо занимать себя... В театр. И театр... На театр смотреть все-таки в большей степени со стороны. Вот это, мне кажется, лучше. Со стороны посмотреть, и это было. А в театр, не по работе? Часто ходите? Ну, вот сейчас как-то я вырываюсь. Сейчас мне интересно. Можно поставить пятую трюку, если что. Интересно, да. Ну, сейчас, кстати, вот мы закончили. Сейчас надо свести. Есть только демонстрационные там записи моего друга. Он сам поэт, он сам политик, поэт. И вот на его стихи, он сам написал музыку. Я саранжировал там вокально. Как-то мы сделали такое, назвав все это блюзовый, из такой сювитой вокальной. Вот. Это все относится к рок-музыке. Вот я занимаюсь, очень люблю рок-музыку. Вот. И как-то с детства в это дело погружен. Вот. Ну, еще Екатеринбург, конечно. Все. Мои друзья, приятели. Вообще много рок-музыкантов. Ну, естественно, какое-то нахожу место и время, чтобы заниматься этим. Вот. Ну, такая возможность получилась. Вот мы там чуть-чуть записали кое-что в таком блюзе-роке. Мы снова возвращаемся в студию живого радио, чтобы напомнить, что мы выходим со студии Outgard телекоммуникационную компанию Intel Home и, собственно, попрощаться с вами, дорогие слушатели живого радио, зрители живого ТВ. Напоминаю, в гостях у программы «Театр наизнанку» был артист театра и кино Юрий Мазихин. Thanks. Yeah.